Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 8 класс. Подписывайтесь на наш канал ВКонтакте. Page 36. Страница 36. 2F. 2F. English in Use. Использование английского. Phrasal verbs. Фразовые глаголы. Go. Вы уже знаете, что если после глагола поставить какой-то preposition, вот какой-то из этих слов, то значение глагола сильно поменяется. Go вообще-то переводится как ходить. Но если после go мы поставим down with, у нас получится заболел. Если после go поставить off, получится испортиться. Если после go поставить without, without – это вообще-то без переводится. Go without – это обходиться без чего-то. Если после go поставить with, получится идти или совпадать. Идти в смысле мне идёт это платье или тебе идут эти джинсы. Вот в этом смысле. Если после go поставить up, то получится выросло, поднялась. В смысле цена выросла. Если после go поставить after, то получится гнаться за кем-то. И если после go поставить through, through вообще-то через переводится, то получится проходить через какие-то испытания, преодолевать какие-то трудности. Нам надо поставить сюда правильно вот один из этих prepositions, одно из этих слов, и проверить check in appendix 1. Проверить по приложению 1. Первое. The dog went after the kitten. Собака гналась за котёнком. И в скобочках написано chased. Вот это как раз и будет гнаться. Синоним. Синоним – это слово с таким же значением, но по-другому звучит. Второе. Does this pink shirt go with my blue trousers? Эта розовая рубашка подходит к моим синим брюкам? И вот как раз match – подходить. Третье. The cheese smells funny. Сыр пахнет забавно. It's probably gone off. Он, наверное, пропал. И в скобочках написано bad – плохой, то есть испортился. Четвёртое. Jane заболела гриппом вчера, поэтому она не пришла в школу. И в скобочках became ill – стала больной. Заболела. Пятое. Laura is unhappy. Laura несчастна. She is going through a very difficult time. Ну, то есть она проходит через трудные времена. Или совсем по-русски у неё сейчас трудные времена. И вот в скобочках так и написано. Experiencing. Шестое. Camels can go without water longer than any other animal. Верблюды могут обходиться без воды дольше, чем любое другое животное. Ну и в скобочках, видите, not have – не иметь. Седьмое. The price of petrol has gone up again. Цена на бензин снова поднялась. И вот как раз в скобочках написано increased – увеличилась. Be. Use an appropriate phrasal verb to label the picture. Используйте подходящий фразовый глагол, чтобы описать картинку. Have you ever been in such a situation? Вы когда-нибудь были в такой ситуации? Tell your partner. Скажите своему партнёру. In this picture I can see a man. На этой картинке я могу видеть мужчину. He is going after a bus. Он бежит за автобусом. I have never been in such a situation. Я никогда не был в такой ситуации. В этом описании картинки мы используем время present continuous tense, is и второй глагол с окончанием ing, потому что картинки описываются именно в этом времени, в present continuous tense. Словообразование. Задание второе. Read the box, then complete the sentences with words derived from the words in bold. Прочитайте правило в рамочке, затем дополните предложение словами, полученными от слов, выделенных жирным шрифтом. Вот это имеется в виду. Но сначала давайте прочитаем правило в рамочке. Forming negative adjectives. Формирование отрицательных прилагательных. Приставка this combines with adjectives, nouns and verbs to form adjectives, nouns and verbs with the opposite meaning. То есть приставка this прибавляется к прилагательным, существительным и глаголам, чтобы сформировать прилагательные, существительные и глаголы с противоположным значением. Disinterested. То есть интерес. Интерес. Interesting. Интересный. А disinterested. Неинтересно. Order. Порядок. Или приказ. Disorder. Непорядок. Ну, что такое like и dislike, это вы без меня знаете. Miss combines with verbs and nouns to form new verbs and nouns, describing actions or things one has done wrong. Приставка miss добавляется глаголом и существительным, чтобы сформировать новые глаголы и существительные, описывающие действия или вещи, с которыми что-то не так. Мисквотит. Неправильно цитировать. Misguided. Заблуждаться. И давайте теперь выполним упражнение. Первое. Слово, выделенное жирным шрифтом, это behave. Behave – это вести себя, поведение. I was disappointed to learn the children were misbehaving at the party yesterday. Я был разочарован, узнав, что дети плохо себя вели на вечеринке вчера. Второе. I can't find the receipt. Я не могу найти рецепт. Ну, или квитанцию. I think I've misplaced it. Я думаю, я куда-то его переложил, переместил. Place – это место. Misplaced – переместить. Третье. Don't trust him. Не доверяй ему. He's a dishonest man. Он нечестный человек. Honest – честный. Четвертое. Ну, в конце вы видите слово understand – понимать. Вы его знаете. I've had a misunderstanding with my teacher. У меня непонимание с моим учителем. Слово respect из пятого предложения вы тоже знаете. Уважение. Some young people are rude and disrespect their elders. Некоторые молодые люди грубы и не уважают старших. В шестом у нас advantage – достоинство или преимущество. What are the disadvantages of buying from flea markets? Что… ну, какие не преимущества покупки на барахолке? Если на русском, то почему нельзя покупать на барахолке? Dependent prepositions. Вот, кстати, prepositions. Preposition – это часть речи служебная, которая эквивалентна нашим русским союзам или предлогам. В английском языке нет такого же вот отдельно союза, отдельно предлоги. У них все вот эти вот слова входят в одну и ту же часть речи, и она называется preposition. То есть это союз и предлог. Задание третье. A. Fill in. Вставьте in, out, by. Check in appendix to. Проверьте по приложению номер 2. Assistant – продавец. Can I help you, madam? Могу я помочь вам, мадам? Customer – покупатель. Yes, please. Да, пожалуйста. Do you have a copy of the Da Vinci code on DVD? У вас есть фильм «Код да Винчи на DVD»? I can't find one. Я его не могу найти. Let me see. Позвольте мне взглянуть. It's very popular, so it is in great demand at the moment. Он очень популярен, поэтому он в большом спросе в данный момент. Oh, dear. О, боже. I wanted to buy it for a friend's birthday. Я хотела купить его на день рождения другу. I am afraid. It's out of stock. Боюсь, он распродан. Have you got war of the worlds instead of them? А у вас есть война миров вместо этого? Yes, we have. Да, у нас есть. Okay, I'll take it. Хорошо, я его возьму. Would you like to pay by check or by credit card? Вы заплатите чеком или кредитной картой? Is it possible to pay in cash? А можно заплатить наличкой? Sure, конечно. That's 20 pounds. 20 фунтов. Here you are. Вот. Thank you very much. Большое спасибо. B. Work in pairs. Работайте в парах. You want to buy a birthday present for your friend. Вы хотите купить подарок на день рождения для вашего друга. Take roles and act out a similar dialogue using the underlined phrases in the dialogue in exercise 3A. Распределите роли и разыграйте похожий диалог, используя подчеркнутые фразы из диалога в упражнении 3A. То есть мы должны использовать вот это вот выражение great demand в большом спросе, out of stock распродан, и вот это credit card, кредитная карта, и cash, наличка. Что у нас может получиться? Can I help you? Могу я помочь вам? Yes, please. Да, пожалуйста. Do you have a Parker pen? У вас есть ручка Parker? Let me see. Позвольте мне взглянуть. Parker pens are in great demand at the moment. Ручки Parker в большом спросе в данный момент. Oh dear, о боже. I wanted to buy it for a friend's birthday. Я хотела купить ее на день рождения друга. I'm afraid Parker's pens are out of stock. Боюсь, ручки Parker распроданы. Buy a brass ballpoint pen for a friend. Купите ручку brass ballpoint для друга. Ok, I'll take it. Хорошо, я возьму ее. Would you like to pay by credit card? Вы хотите заплатить кредитной картой? Is it possible to pay in cash? А можно заплатить наличкой? Sure, конечно. That's 500 rubles. 500 рублей. Here you are. Thanks a lot. Большое спасибо. Grammar revision. То есть упражнение на времена. 4a. 4a. Put the verbs in brackets into the correct tense. Поставьте глаголы в скобках в правильное время. Аманда готовит с того момента, когда она была маленькой девочкой. Мы употребили здесь время has been cooking. Это present, perfect, continuous. Это время употребляется, если действие началось в прошлом, продолжается до сих пор и так и не закончилось. То есть вот когда она была маленькой девочкой, это Аманда, она начала готовить, готовила все это время и так вот до сих пор и продолжает. И опять же слово since, с тех пор, как вот это слово обычно употребляется именно со временем, present, perfect, continuous. Now, as a young adult, she makes up her own recipes. Сейчас, когда она подросла, она готовит по своим собственным рецептам. Мы используем время, present, simple, потому что действие происходит вообще или повторяется. То есть она стабильно, регулярно готовит вообще. Тут не указано время. Вот если было указано время какое-то, например, в 3 часа, в 5 часов, тогда было бы другое уже время, не present, simple. А так как действие происходит вообще, она вообще готовит, и она вообще делает это регулярно, то это present, simple. Дальше. Она записывает успешные рецепты once, это слово-заменитель, и заменяет слово рецепты. В свою поваренную книгу, которую она планирует опубликовать когда-нибудь. Опять же, время здесь, present, simple. То есть она вообще записывает регулярно, она вообще планирует. Recently, she has been experimenting with different cooking styles and spices from around the world. В последнее время она экспериментирует с разными кулинарными стилями и специями со всего мира. Здесь мы опять используем present, perfect, continuous, потому что, видите, в последнее время. Recently. Recently – это недавно, или в последнее время. То есть вот она тогда начала, вот так и продолжает, и до сих пор еще не закончила экспериментировать. Поэтому present, perfect, continuous. In fact, Amanda is entering an international cooking competition next week. Amanda примет участие в международном соревновании поваров или в соревновании кулинарном на следующем неделе. Is entering – это present, continuous. Present, continuous мы здесь используем как будущее время. А present, continuous может использоваться как будущее время, но только в том случае, если уже все определено. Если у вас, например, куплены билеты, вы точно знаете, что вы вот едете уже завтра, у вас уже все, и чемоданы собраны. Вот в этом случае вы можете использовать present, continuous, как будущее время. То есть Amanda примет участие, то есть все уже, уже заявка отправлена, ее уже там ждут, уже заказан отель или где она там будет жить. Вот поэтому используем present, continuous. Она хочет выиграть первый приз на стипендию, то есть на обучение в хорошо известной кулинарной школе во Франции. То есть она хочет, она вообще хочет выиграть. Если вообще, то это present, simple. Amanda has always dreamed of becoming a qualified chef. Аманда всегда мечтала стать квалифицированным шеф-поваром. Тут мы используем present perfect, завершенное время. Она надеется, что ее любимое блюдо принесет ей домой, то есть привезет ей домой первый приз. Тут мы используем обычное будущее время, видите, с помощью will. Обычное будущее время, future, simple, используется, если какие-то надежды или желания. И вот здесь как раз надежда, hope, то есть она надеется. Это не точно. Поэтому future, simple, простое будущее время. B. Work in pairs. Работайте в парах. You are a journalist and your partner is Amanda. Вы журналист, а ваш партнер – Аманда. Use the information in the text to interview her. Используйте информацию в тексте, чтобы проинтервьюировать ее. Hello, Amanda. Привет, Аманда. How are you? Как ты? May I ask you a few questions? Могу я задать тебе несколько вопросов? Yes, of course, I will be glad to answer your questions. Да, конечно, я буду рада ответить на ваши вопросы. When did you start cooking? Когда вы начали готовить? I've been cooking since childhood. Я готовлю с детства. Do you like to cook? А вы любите готовить? Yes, this is my favorite post time. Да, это мое любимое времяпрепровождение. Do you want to become a chef? Вы хотите стать шеф-поваром? Yes, I want to be a chef. Да, я хочу стать шеф-поваром. But for this I need to study. Но для этого мне надо учиться. Do you want to win a scholarship and go to a catering school in France? Вы хотите выиграть стипендию и поехать в кулинарную школу во Францию? Yes, but for this I need to take part in the competition. Да, но для этого мне надо принять участие в соревновании. I'm going to this competition next week. Я поеду на это соревнование на следующей неделе. Good luck to you! Удачи вам!